приветствую всех на канале михаил инвестиции я думаю для многих будет интересно новая информация которая ранее не публиковалась новая пища для ума всегда полезна для того чтобы правильно принимать решение при инвестировании денег а уж тем более крупных денег для того чтобы в bitcoin внести либо в другие алькоины изучив повторно bitcoin обнаружил еще некоторые особенности о которых я хочу вам сегодня рассказать прежде чем вы будете инвестировать деньги биткойн надежден на получение прибыли эта информация довольно любопытная имеет право жить но при этом конечно нельзя все целополагаться чисто на что-то конкретное необходимо думать головой потому что вы понимаете что крипто рынок он правительством ничем особо не регулируется им легко монопулировать имеется ввиду вы видите насколько он волатильный и это не просто так или волатильность происходит а именно связи с тем что он монопулируется я думаю это ни для кого не секрет соответственно независимо на новостные фоны на технические анализы рынок может действовать абсолютно по-другому потому что этим рынком легко монопулировать и сегодня хочу с вами поделиться новой информацией которая возможно поможет вам сделать правильный выбор прежде чем вы начнете инвестировать в bitcoin а перед тем как я начну обзор не забудь поставить лайк подписаться чтобы не пропускать новые полезные видео также напоминаю о том что на моем канале проводится розыгрыш при достижении полутора тысяч подписчиков я разыграю 20 с дт для того чтобы принять участие в этом конкурсе необходимо писать позитивно осознанные комментарии ставить лайки и быть подписан на канал том видео где наберется наибольшая активность я разыграет вас вызвать желаю всем удачи переходим на недельный график и смотрим на ситуацию в целом вы знаете что bitcoin сейчас показывает меньше иксов он все меньше меньше растет при этом мы видим о том что был стремитель рост менее стремительно рост менее менее то есть у нас происходит некое такое закругление зная эти факты можно понять о том что по этим данным можно еще один такой прогноз сделать а именно по углу мы берем пик до следующего пика у нас угол примерно 39 градусов дальше берем пик следующий пик у нас в районе 20 то есть в два раза меньше соответственно можно предположить что в этот раз тоже будет в два раза меньше и мы видим о том что при 10 градусном наклоне у нас в итоге получается что мы достигли уже то есть это самый что не на и спик но вопрос а может быть это будет двойная вершина то есть мы не один раз коснемся как ранее а а именно два раза да ведь всегда бывают какие-то неожиданные ситуации как например вот эта ситуация как например вот эта ситуация рынок хоть он вроде бы им повторяет какую-то историю но в целом в каких-то определенных моментах он начинает удивлять и у нас была новая ситуация где произошел мини цикл до где произошла какая-то двойная вершина потом этой двойной вершины не было потом было просто дальнейший рост в общем всегда рынок начинает какой-то момент удивлять и в этот раз конечно не обошлось без исключения и сейчас рынок опять нас удивляет удивляет чем удивляет тем что сейчас будет образована новая двойная вершина по всей вероятности то есть мы возможно сейчас два раза коснемся вот этой линии они один но вопрос а когда мы будем второй раз касаться ведь можно растянуть эту растяжимое движение даму рост может как-то так либо как-то так в общем непонятно да то ли он сейчас дорастет где-то до 75 80 или 100 тысяч где это будет второй пик для этого тоже можно сделать некий дополнительный анализ обращаем внимание на одну особенность мы видим о том что вот эта ситуация с этой ситуацией немножечко схожи но в целом она уже другая да вроде бы тоже есть такой стремительный рост но он замедлится с последующим каким-то пиком но можно сказать грубо говоря что это один сценарий событий второй сценарий событий обращаем внимание вот на это вот этот и вот этот тоже имеется некое сходство но понятное дело как и в раз у нас есть некие такие разногласия имеется в виду некая такая новиночка фишка в том или ином у нас здесь произошел мини цикл но все же в целом это не меняет картину ситуации примерно та же самая то есть иначе говоря этот цикл похож с этим циклом соответственно что можно предположить можно предположить что коль сейчас цикл похож на предыдущий можно предположить по временному интервалу что вот у нас с пика до пика было 212 то есть 1484 дня и сделать предположить что повторится ситуация так получается 1212 вот и вот в этом моменте мы якобы завершены будет заключительный пик предположим в этом случае у нас получается вот эти пересечения в районе 80 тысяч долларов то есть если сложить в эти два факта можно сделать вывод о том что максимальная цена в этом цикле возможно будет 80 тысяч долларов и после этого мы полетим вниз падение в районе где-то 80 процентов как и в предыдущие разы да вот обращаем внимание что у нас падение до хоть вот это в берем до падение у нас здесь было 83 процента здесь у нас получается было 81 процент здесь предположим что где-нибудь в районе 80 процента берем от 80000 опускаемся вниз как раз примерно будет к этому пику возвращения может быть чуть ниже может быть чуть выше да где там но сделаем так скажем семьдесят восемь процентов это у нас получается в районе семнадцати тысяч долларов то есть можно предположить что пик будет 80 тысяч долларов одно у нас будет в районе 17 тысяч долларов понятное дело что эта модель не служит каким-то доказательством того или иного сценарий событий потому что очень много всяких различных технических вещей которые говорят о той или иной вещи но в какой-то момент они начинают ошибаться но право жить этой теории можно дать это лишь еще одна теория куда может двинуться bitcoin где у нас будет но где у нас будет вершина почему еще я предполагаю что сильно расти мы не будем там до ста тысяч и более потому что по инвити решим мы уже достаточно долго и только начали рост уже опять в зоне перегретости это говорит о том что долго зоне перегретости мы не можем расти да мы можем расти но не так долго и соответственно можно предположить что до 100 тысяч мы не дорастем или того выше а именно где-то до 80 тысяч и потом будет полет вниз до района 17000 как раз таки в ту зону где необходимо уже закупаться по максимуму на всю котлету перед тем как я закончу видео напоминаю о том что сейчас необходимо просто сидеть ждать не надо стараться заработать на вот этих разнообразных менее движениях это достаточно рискованно это достаточно непредсказуемая вещь лучше заходить по супер тренду лично я буду именно так поступать и вы конечно можете по разному поступать вы можете надеяться схватить и заработать на всем движение сделать миллионы иксов в чем я очень сильно сомневаюсь лично я буду просто сидеть ждать и ждать подходящего момента потом инвестировать деньги и на хаях продавать и получать прибыль сейчас я не собираюсь зарабатывать на каком-то менее движение дело в том что bitcoin уже достаточно много вырос и сейчас он может если и покажет рост очень незначительный и рисковать деньгами ради этого незначительного роста я категорически не собираюсь у меня есть терпение в инвестирование денег очень важно иметь терпение не гнаться эмоциям вот этой жадности вот это форма да вот я мог здесь заработать я мог там заработать я мог и здесь я мог вообще быть скальпером и зарабатывать каждую минуту ну понимаете да что это очень все глупо и я лично просто сижу жду жду момента потом инистирую деньги потом продаю на хаях и получаю прибыль все меня не волнует вот эти красота срочно какие-то движения да я понятное дело что я мог заработать но они очень непредсказуемы и поэтому меня они вообще не волнует меня волнует только супер тренда все все остальное меня не волнует вот он начался потом закончится упадет закуплюсь потом вырастет опять продам буду ждать падение потом опять закуплюсь все это простейшие стратегии но да понятное дело что здесь сверх максимумов иксов не сделайте да не сделайте там 100 иксов и так далее но с другой стороны зато это надежно а для меня важно чтобы не только сделать какие-то икс и но при этом чтобы было это надежно чтобы не было какого-то излишнего риска своих инвестициях я считаю излишний риск он не нужен желаю всем профита всем до скорой встречи а